Сегодня в выпуске презентация новых серий проекта «Что делать в чрезвычайных ситуациях». Подарки сахалинским библиотекам, книги о Великой Отечественной войне. На днях «Сахалин Энерджи» представит зрителям продолжение своего социального проекта «Что делать в чрезвычайных ситуациях». В главной роли уже хорошо знакомый с сахалинцем мультяшка «Сеня». Что это будут за истории? С этим вопросом программа «Энергия» обратилась к Елене Алехиной, специалисту по вопросам устойчивого развития компании. Елена, здравствуйте. Добрый день. Новые короткометражные ролики продолжают серьезный мультипликационный проект «Сахалин Энерджи. Что делать в чрезвычайных ситуациях?». О чем сюжеты? Новые мультфильмы являются частью большого комплексного проекта, который стартовал в октябре прошлого года и называется «В поход с сеней». Один ролик о том, как безопасно подняться на пик Чехова. Второй ролик о том, что пик Чехова – это памятник природы, наше общее достояние, где есть и краснокнежные, и животные, и растения, и нам нужно всем бережно к нему относиться. А сколько времени существует проект? Что делать в чрезвычайных ситуациях? Проект существует с 2005 года, то есть уже больше пяти лет. На данный момент создано более 20 серий. По различным тематикам, начиная от землетрясения, цунами. Вот сейчас мы добрались уже и до правил безопасного поведения в походах. Елена, а назовите причины, по которым компания продолжает этот социальный проект? Ценность проекта в том, что он понятен и доступен всем. И мультяшка «Сеня» стал уже своеобразным супергероем. То есть у кого-то есть спайдермен, у кого-то есть человек-паук, у нас есть мультяшка «Сеня», который придет и поможет в сложной ситуации и разберется, как же поступить. Качество исполнения мультфильмов осталось прежним? Качество осталось прежним. Все те же герои, только в новой для себя ситуации. Елена, спасибо за ответы, но я с вами не прощаюсь и вместе с нашими телезрителями приглашаю вас посмотреть сюжет из Долинска о хороших книгах. Давайте посмотрим. Не так давно в Долинском киноконцертном зале России чествовали тех, чей труд скромен, но без него представить современную жизнь невозможно. В Общероссийский день библиотек в Долинске поздравляли лучших книгохранителей района. И такие церемонии прошли по всей области. Сахалин Энерджи давно дружит с теми, кто любит и знает книгу. Сегодня на базе островных библиотек действует 20 информационных центров компании. География расположения сейчас на ваших экранах. Здесь можно узнать условия участия в грантовых программах Сахалин Энерджи, постичь тонкости составления тендерных заявок, изучить правила поведения на трассе магистральных трубопроводов, оставить заявку на трудоустройство. В Общероссийский день библиотек Сахалин Энерджи передала в дар читателям библиотек, на базе которых есть информационные центры компании, книги о войне. 2010 год это год 65-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Компания разработала и реализует проект «Моя победа», частью которого является проект 60-летию победы 65 добрых дел. Компания приобрела 25 комплектов замечательных книг о Великой Отечественной войне, которые будут вручены и переданы районным и сельским библиотекам. Желанными гостями праздника стали ветераны, участники проекта Сахалин Энерджи «Моя победа». С марта по май этого года в эфир островных телеканалов и радиостанций вышел цикл сюжетов, посвященных воспоминаниям ныне здравствующих свидетелей тех лет. Это была программа «Энергия». В ближайшем выпуске смотрите «Приключения Сени на пике Чехова». Ну а прямо сейчас новый мультфильм о приключениях мультяшного героя. На пик Чехова восходишь, наслаждайся красотой. Флоры с фауной на свете, не найдешь другой такой. Рододендрон, витриница, глена лилии, цветы, колокольчик у Эмура, помогай сберечь и ты. Этот пик природы чудо. Мусорить на нем нельзя. Ну а если ссор увидим, соберем его, друзья. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.